Здравствуй, уважаемый слушатель! На этом уроке я вам хочу рассказать несколько способов, как можно начать зарабатывать на рынке Форекс, не вкладывая ни копейки своих денег. На самом деле, ко мне очень часто приходят такие вопросы, в том плане, что я становилась, сколько надо денег, вот я научусь торговать, и сколько мне потом надо денег своих вложить, чтобы начать себе заработать на нормальную жизнь. Такой вопрос достаточно часто приходит. Так вот, на самом деле, своих денег не нужно вообще. Я вам сейчас расскажу, как зарабатываю я, и еще несколько способов покажу, как можно, применяя знания, умение торговать на валютном рынке, как можно зарабатывать хорошие деньги, не вкладывая ни копейки своих денег. Итак, начнем по порядку. Первый способ это то, как зарабатываю я. Это ведение инвесторских счетов. Инвест-счета. Дело в том, что все профессиональные трейдеры не торгуют на свои деньги. Если трейдеры профессиональны, то его работа и управление инвесторскими счетами. Причем, и чем больше счета, тем больше он будет зарабатывать, тем больше у него профессионализм. Есть трейдеры, которые торгуют, допустим, на 100 тысячах долларов, это очень маленькие трейдеры. Есть, которые ведут миллионы. Это более крупные счета. Я веду таких несколько счетов. Есть счета, есть трейдеры, которые ведут сотни миллионов и миллиарды долларов. То есть, разные инвестиционные фонды, разный уровень трейдеров и разный заработок. Многие думают, что это сильно трудно найти инвестора и так далее. На самом деле, это не так. Инвестора в интернете, вот. И на самом деле, на Форексе проблема не с инвесторами, а проблема с зарабатывающими трейдерами. Если вы будете успешно торговать, то к вам инвесторы сами потянутся. Мой первый инвестор ко мне пришел через моего брокера. То есть, я торговал, у меня был небольшой счет, там тысячу с чем-то долларов, по-моему. Я зарабатывал все небольшие деньги, это было как мой, как дополнительный доход. Я работал на основной работе, плюс Форекс был дополнительный доход. И мне предложили, так брокер видит все мои сделки, видит, как я торгую, что я делаю и так далее. То есть, он мне предложил управление еще деньги, и это был мой первый счет. Потом, когда я начал торговать, приносить прибыль, мне предложили еще, еще, потом еще один инвестор на меня выжил и так далее. То есть, я сейчас тоже работаю по вот этой схеме. Вторая схема, это ведение пам-счетов. Пам-счета. Что такое пам-счета? Это, многие брокеры сейчас предлагают такую услугу, то есть, вы открываете у них счет, и в этот счет может прийти любой инвестор желающий. Он видит статистику вашей торговли и может туда прийти и вложить свои деньги. Хоть 100 долларов, хоть 1000, хоть миллион. В зависимости от того, кто какую долю внес, тот такой процент от общего заработка и имеет. Это такое долевое участие. Это второй способ заработка. Третий способ заработка тоже хороших денег, если вы реально умеете торговать и не хотите работать на свои деньги, это продажа торговых сигналов. Торговые сигналы. На самом деле, тоже очень прибыльная ниша. Потому что, ну, например, если вы прибыльно торгуете, и, допустим, подписка на ваши сигналы стоит, например, 100 долларов в месяц, а это немного. То есть, если вы подписали 100 человек, 100 человек, то вы уже заработали 10 тысяч долларов в месяц, правильно? Если вы подписали 1000 человек, с каждого по 100 долларов, то вы заработали 100 тысяч. То есть, видите, здесь тоже порог заработка очень большой. Почему я говорю, что выйти на минимальный доход, там, заработать до 10 тысяч долларов в месяц, это может любой человек. Это тот минимум, на который может выйти любой, даже не талантливый, без всяких способностей и так далее, человек, который просто проявит усидчивость в обучении и трудолюбие. Следующий способ заработка, это установить на свой терминал, например, специальный скрипт, и все сделки с вашего терминала будут транслироваться на терминалы других трейдеров. Это похоже, как торговый сигнал о продаже, но немножко другая схема, то есть, скрипт на терминал. Здесь тоже каждый человек, кто хочет подписаться, платит там какую-то определенную плату, например, в месяц, и вы все сделки, вы торгуете на своем счете, все сделки транслируются с вашего торгового счета на счета этих трейдеров. Здесь вы тоже можете зарабатывать, все зависит от того, сколько вы человек подпишете, но если вы будете прибыльно торговать, поверьте, к вам люди потянутся сами. Даже не надо будет рекламы особо, ничего, люди сами придут. Здесь тоже, если сделать даже минимальную плату, там 100 долларов в месяц, и подписать 100 человек на свои сигналы, то к вам придут, то вы заработаете те же 10 тысяч долларов в месяц. Еще один способ заработка, это на примере, есть такой сервис, у нас Zulu Trader называется, его, по-моему, предлагает брокер Alpari. Там схема такая, вы торгуете на терминале, и все, кто подписались на ваши сигналы, вы имеете доход с их торговли, то есть часть спреда вы имеете себе. Здесь ситуация отличается от продажи торговых сигналов тем, что вы имеете не какую-то фиксированную сумму в месяц, например, а вы имеете сумму в зависимости от того, на каких счетах торгуют ваши клиенты или те, кто подписался на ваш счет. То есть то же самое, все, что вы делаете на своем терминале, автоматически отрабатывается на их терминалах. И в зависимости от того, какие у них открыты счета, то есть если он торгует, например, на 100 долларов в счете, конечно, у вас будет минимальный доход. Если человек торгует на миллионном счете, у вас будет доход большой. Здесь тоже размер заработка не ограничен. Если вы будете стабильно работать и долго, конечно, сразу к вам не придут с миллиона. Но если вы долго, стабильно будете работать, у вас будут крупные клиенты, которые будут торговать на крупных счетах и будут приносить вам хороший доход. Вот это я показал, это далеко не все, а несколько способов, которые я так навскидку вспомнил, с которыми можно работать и на которых можно зарабатывать уже сейчас, если вы умеете, без вложения своих денег. И так знаете, у меня часто спрашивают, Станислав, чем ты занимаешься, старые друзья или так далее. Я говорю, да ты знаешь, торгую на валютном рынке, да это рискованно, это ты сегодня заработал, завтра можешь слить и так далее. Но люди не понимают, на самом деле я вообще ничем не рискую. То есть я, например, своими деньгами не рискую. И всем своим ученикам, кого я учу, я не рекомендую вообще торговать на свои деньги. Зачем? Лучше взять на своих деньгах, на небольших суммах, которые вам не жалко потерять, лучше потренироваться. Поучиться, выйти на стабильный рост. Небольшой, но стабильный. А потом, если вы хотите много зарабатывать, то выбирайте одну из этих даже схем и зарабатывайте. И вы не вкладывая ни копейки денег своих, будете зарабатывать хорошие деньги. Еще раз говорю, до 10 тысяч долларов выйти может каждый, любой желающий. Это минимальная планка. Самый главный актив здесь, это вот ваше знание. Вообще сейчас надо понимать, сейчас век информации. Сейчас самый главный актив, это уже не деньги, это знания. Если у вас есть знания, вы всегда их сможете применить в день. Поэтому, если вы сможете, если вы будете уметь торговать на валютном рынке, если вы будете уметь зарабатывать на нем, то заработать себе на хлеб, применяя свои знания, вы сможете всегда. Потому что знание это самый главный сейчас актив. Если раньше была ситуация, когда в 20 веке самые богатые люди, это были те, кто владел там заводами, газетами, пароходами. То есть, это кто владел орудиями производства. То сейчас обратите внимание, сколько много богатых становится людей, миллионеров, миллиардеров, таких как тот же Цукерберс его в фейсбуке, которые сделали деньги, применяя только свои знания. Поэтому знания это сейчас включат к успеху. Если ты хочешь быть успешным, много зарабатывать, эффективным, нужно получать знания. Что такое эффективное? Это когда ты мало работаешь и много зарабатываешь. Или ты работаешь много, но делаешь свою любимую работу и зарабатываешь еще много. А неэффективное, это когда ты делаешь самый тяжелый труд и зарабатываешь за это самые маленькие деньги. Поэтому обучайтесь, применяйте эти знания, начинайте торговать, зарабатывайте. И начать зарабатывать на валютном рынке Форекс вы можете элементарно, без вложения вообще своих денег. То есть своих инвестиций вам не нужно будет. Ну вот на этом все, пожалуй, что я хотел рассказать. Основные способы я показал. Начинайте их применять, начинайте зарабатывать. Желаю вам удачи, успеха, до свидания.